Друзья, товарищи, на нашем канале мы довольно таки неплохо пытаемся пилить околонаучные ролики про интересные локомотивы, которые наследили, то есть оставили свой след в истории отечественного локомотивостроения. Вот в числе тепловозы, да не простые, а особые, производимые на суперуважаемом Коломенском заводе. В разные годы завод выпускал не только тепловозы, но и паровозы, дизеля, трамваи, даже проходческие щиты для метро и многое другое. Но главное-то тепляки. Вот и Мартин Дизельронг не удержался и сделал крутейший фильм об игрушках. О тепловозе ТЭП-60, где расхваливают последнего на все лады. Фильм этот настоящий, тепловозов ТЭП-60. А ну конечно, ТЭП-60 герой, но позвольте напомнить старомодную песенку от Каля Бильды. ТЭП-60 хорошо, ВЛ-60 хорошо, и ТЭП-3 ничего, а ТЭП-70 лучше. Этим роликом мы попытаемся показать джентльмену, почему именно 70-ку можно назвать лучшим пассажирским тепловозом. И разумеется, подивимся на него поближе. Берите печеньки, тушенку, галеты, будем кушать и вникать в суперлокомотив. Поехали! Как обычно, сначала немного истории. Представьте себе далекие 50-е. Элегантные музыканты. Бадди Холли. Ричи Велинс. Чуби Чейкер. Перед шедевры. Пытаясь таким образом привлечь внимание к новой технике. Коломенский завод подошел к этому вопросу радикальней, создав старичка ТЭП-60. Фактически первый тепловоз СССР, разработанный с нуля именно под пассажирское движение. Ну, правда, с двухтактным дизелем. Аппарат получился ну очень удачным. Более того, рекордсменом. Подвинув на главном ходу октябрьской дороги тепловоза Т-7 в 1963 году, 60-ка поставила рекорд, разогнавшись до 160 км в час. К 70-м годам становятся популярными ВХУ и Блэк Сэббот. Однако МПС не до них никакого дела, ибо скорости и масса пассажирских поездов непрерывно растут. Чтобы держать график, ТЭП-60 стали пускать двойной тягой. Но это был уже не торт, ибо на тепловоза приходилось до четверти массы всего поезда. Хошь не хошь, оно уже новый, улучшенный тепловоз. Пошли они уже все ребята на Коломенский завод и стали просить сделать локомотив как ТЭП-60, но с дизелем на 4000 лошадей, то есть на 1000 больше. Пораскинув мозгами, коломенцы придумали. Возьмем ходовую часть от прежнего тепловоза, а кузов создадим новый. Добавим туда дизель, вспомогательные агрегаты и систему вентиляции, также разработанные заново. И еще поставим реостатный тормоз. Так и сделали. Но самое главное, изготовили синхронный генератор уже переменного тока, а не постоянного, как был на ТЭП-60. Никола Тесла одобряет. Чтобы джентльмен понимал, подобный генератор обладал большей мощностью и большей частотой вращения. Он не имел дорогого и трудоемкого в обслуживании коллекторно-щеточного узла, а соответственно был легче, надежнее и долговечнее. И намного прочее в обслуживании. Профит. Таким образом, друзья мои, одним из важнейших апгрейдов ТЭП-70 стала именно передача переменно-постоянного тока. Иначе говоря, AC-DC. Вот их песенка про тепловоз. К 1973 году самый первый ТЭП-70 выкатился из ворот Коломенского завода. Подивитесь, какой хорошист. Давайте познакомимся с конструкцией гравицапы. Как видим, машина значительно отличается от предшественника. И первый, на что обращаешь внимание, конечно же кузов. Он несущий фермерно-раскостного типа стальной с использованием алюминиевых сплавов, применяемых в обшивке с целью уменьшения веса. Инженерам удалось снизить вес металлоконструкций, приходящихся на одну лошадиную силу, на целых 11,5 кг. По концам кузова установлены кабины машиниста с визуально целым лобовым стеклом без всяких перемычек. На самом деле стекло состояло из двух половинок, склеенных между собой. Забегая вперед, скажем, что после первой зимы шов стал трескаться и подтекать. Как говорится, бачок потек. Вот так стеклышки. Ах ты мерзкая стекло! Поэтому с 30-х номеров половинки стекла соединяли перемычкой из металла. Нижняя панель лобовой части имеет выступающий вперед буферный брус с несимметричными фонарями. Обратите внимание, что номерная тапличка размещена между буферных фонарей. Боковые стенки кузова гладкие, в них врезаны прямоугольные окна. Вообще машина внешне получилась высокой и какой-то угловатой. Опирается кузов на две трехосные бесчелюстные тележки с двухступенчатым рессорным подвешиванием. Каждая колесная пара имеет индивидуальный тяговый двигатель с опорно-рамным подвесом. Кроме того, на каждой тележке размещены четыре тормозных цилиндра по типу как на ЧМИ-3. Под кузовом установлен топливный бак, а в нем ниши для аккумуляторных батарей. Крыша тепловоза съемная, в ней размещено охлаждающее устройство, выполненное в одном и двух отсеках. Что ж, экстерьер машины для 1973 года был вполне футуристичен, хоть и непривычен для многих олдов. Переместимся в кабину. В просторных кабинах машиниста созданы благоприятные условия для локомотивных бригад. Отличное решение сделать общий пульт во всю кабину. Правильный контроллер, автоматы и хорошо читаемые приборы. Грамотно расположены сигнальные лампы. Не наверху, как на ВЛ-80С, а на самом пульте. Ну там, деревянный скоростемер, краны и олдовые радиостанции ЖР-3, лютая ретро. Прекрасная кабина, как по нам. Выйдем в коридор. Сразу за первой кабиной она. Аппаратная камера. Там собраны контакторы, реле и прочие важные электрические аппараты и неведомые устройства. Дальше, белый у ящичек. Выпрямительная установка, собранная на кремниево-ловинных вентилях. Видите ли, переменный ток, вырабатываемый тяговым генератором, нужно преобразовывать в постоянный, ибо тяговый двигатель оставались постоянного тока. И вот сам. Дизель-генератор, состоящий из гены и, собственно, дизеля. Четырехтактного, 16-цилиндрового, V-образного на 4000 лошадиных сил. 2А5Д49. Вот что важно. Отдельно можно отметить тормозной компрессор с прогрессивным электроприводом. Как вы помните, на сериях Т3 и Т10 компрессора крутились от вала отбора мощности. И еще крутейшая фича. Осевой вентилятор в централизованной системе подачи воздуха. Впервые на советском тепловозе. Один вентилятор теперь охлаждал и тяговый генератор, и выпрямительную установку, и тяговые электродвигатели, и даже аппаратную камеру. Теперь мы знаем о ТАП-70 все. И даже больше. Друзья мои, тепловозы, о которых мы сейчас говорим, составляли так называемую пилотную или опытную партию. Всего из 7 машин с номерами от 0001 по 0007. Завод выпускал их с 1973 по 1977 годы. Все локи поступили в депо Орша, белорусской железной дороги, где работали с пассажирскими поездами, попутно испытываясь в реальных условиях. Интересно, какие недостатки выявили белорусские машинисты? За ответом на этот вопрос мы обратились к журналу ЭТТ от далекого 1989 года. Вот что там пишут умные головы. Во-первых, неустойчивая работа реостатного тормоза. Во-вторых, ненадежный регулятор напряжения, поломка которого вызывала остановку мотор-компрессора. Также неустойчивая работа привода вентиляторов холодильника. По кабине машинисты отмечали неудачные по конструкции кресла. От Ликинского автобусного завода. Протекающие люки вентиляции кабины. Неудобно расположенный кран машиниста. А также хлипкий замок бытового холодильника. Ну, в принципе, машины новые, поэтому недостатки неизбежны. Важно, что коломенский завод стремился всегда иметь обратную связь и своевременно устранял огрехи. Накопив и обобщив опыт эксплуатации первых семи машин, заводчане, проведя работу над ошибками с 1978 года, начинают выпускать ТЭП-70 серийно. И вот, какие типы тепловозов можно выделить за все время их производства. Первый – это, понятно, опытные, до седьмого номера. Затем серийные – с 0.008 по 0.185 номера. С вертикальным расположением буферных фонарей и клепаной обшивкой кузова. Сам кузов был довольно сильно переработан, став при этом несколько длиннее и ниже. Отметим, что внешний вид тепловоза защищен авторским свидетельством на промышленный образец. Это второй тип. И третий тип с номера 0.186 с горизонтальным расположением буферных фонарей и смешанным соединением кузовных панелей. Интересно, что первую машину третьей серии, 186-ю, покоцали при столкновении с другим тепловозом. Отдельно скажем от ТЭП-70 номер 316. Об этой необычной машине расскажет нам ветеран-машинист Василий Ефимов. ТЭП-70 316 у нас называли «дедушка БСа». С виду это был практически обычный тапок, за исключением блока из четырех прожекторов на крыше и, по-моему, первой кабины. А внутри это был интересный пепелац. На нем отрабатывалась микропроцессорная система управления. Аппарат появился на след вроде как в 92-м году, как обычная 70-ка. Но в конце 90-х он попал в лаборатории Саннос, где ему внедрили мсуд и новые пульты. После этого его передали в родной ТЭЧ-14 в опытную эксплуатацию. Ходила машина в основном с поездом 79-80. Санкт-Петербург, то ли Рига, то ли Вильнюс, не помню уже. Затем, как и все опытные, тачка попала на хозяйку. Одно время работала на питерском усле с грузовыми поездами. В процессе эксплуатации систему несколько раз модернизировали и меняли пульты управления. А один из родных ее пультов, по слухам, установлен в питерской дортехшколе. Также данный пепелац участвовал в доставке со станции Лужской до станции Металлострой с самого первого Сапсана. Они тащили его в Паристов 70БС-001. Я попадал на 316-й тепловоз в основном на хозяйках, с путемерами. Но один раз меня впихнули во Пскове под 24-й поезд Псков-Санкт-Петербург. Ехал, налился. Но довезло без проблем. А сдохло, когда уже резервным шушаром подъезжал, как раз у входного. Сейчас вроде как на козди ушло. Бесценные воспоминания от уважаемых машинистов. Давайте еще упомянем 562-й аппарат, тоже опытный, предназначенный для участков с подъемами большой крутизны и значительной протяженности. Его оснастили редукторами с другим передаточным числом, ввиду чего конструктивная скорость снизилась до 120 км в час. Серийный ТЭП-70. Как видим, друзья, серия ТЭП-70 стала вполне массовой и крайне удачной. Более того, лучшей по коэффициенту использования мощности среди серийных машин тех лет. На тепловоз выдано около 40 авторских патентов на изобретение. Завод выпускал эти машины на протяжении 33-х лет, вплоть до 2006 года, когда был построен последний чистый тапок с номером 0576. На этом фото локомотив все еще строит. А после прекращения выпуска чистых 70-х, специалисты провели машине обширную модернизацию, включая так называемый фейслифтинг, что впоследствии вылилось в постройку ТЭП-70ТУ, ТЭП-70БС и даже 2Т70. Впрочем, это совсем другая история. Интересна судьба первых серийных тепловозов. В журнале «Локомотив» от 1992 года читаем. Эти тепловозы, начиная с номера 0008-го, с завода были отправлены не в Депо Ленинград, в Варшавский, к опытнейшему коллективу, который уже съел собаку на прежних ТЭП-60, а на среднеазиатскую дорогу в Ташкент. Увы, тогдашние специалисты отнеслись к новеньким машинам без всякого уважения. За короткое время состояние «Локомотива» стало таким, что... У-у-у-у... Только после этого, начиная с тепловоза номер 0-73, ТЭП-70 стали поступать на Октябрьскую дорогу. Прежде всего, в Депо Ленинград-Варшавский. Между прочим, там испытывались и опытные ТЭП-75, и даже легендарный ТЭП-80. А что же скажет нам машинист-ветеран Василий Ефимов о своих впечатлениях от этих машин? В связи с системой центрального воздухоснабжения есть некоторые особенности. Обе кабины связаны между собой воздуховодом. И это, наверное, единственный «Лок», в котором, если курят в садной кабине, то воняет и в передней. А бывало ДСП молоденькую подвозишь, духами тянет так, что мама дорогая. Еще «семидесятка» не жалует любителей выбрасывать окурки в окна на ходу. Будет случай, когда они попадали в фильтра центрального воздухоснабжения, а это почти гарантированный пожар. Еще в «семидесятках» у мороза сильно мерзут ноги машиниста. Как у нас не запенивали все щели под кранами, все равно зимой беда. Я бывало садился на откидушку, ноги в сторону ТЧМП, к колориферу, так и ехал. Отдельный квест – это езда второй кабины после каких-нибудь видов ремонта или когда просто машина долго стояла. Дымовал в кабине такой, что курить не надо. Пока дитиль не прожжешь, едешь и радуешься. Отдельная история – это гидростатика системы охлаждения. Задумка, конечно, хорошая. Обороты вентиляторов зависят от температуры охлаждающей жидкости. Но еще со времен ТЭП-60 особой надежностью она не отличается. А так, в целом, машина надежная, экипаж мягкий. Идет она вообще шикарно. По кабине не летаешь, как на ЧС-2Т. Эх, спасибо большое, маэстро. Другие локомотивщики также отмечали, что тепловоз имеет весьма экономичный и надежный дизель, мегаплавный ход, низкий уровень шума в кабине и удобное расположение оборудования. Недаром аппарат поставлялся и в страны Балтии, и в Украину, и в Беларусь, а также Казахстан и, как было отмечено, в Узбекистан. Мы уже видим, что джентльмену не терпится узнать о музейных тепловозах этой уважаемой серии. Давайте посмотрим, что там у нас. Как ни странно, но одну из машин опытной партии все же сохранили. Правда, не первый номер, а седьмой, но все же. Питерский музей на Балтийском вокзале и культурное состояние экспоната. Надеемся, что внутри тепловоз также комплектен. Более того, сохранилась первая машина из числа серийных 0008 в Ташкентском музее железнодорожного транспорта, но ее состояние намного хуже. Напоминает Уссы Кисова-Робьянинова, когда их красил великий комбинатор. Жуть! А ведь этот тепловоз, работая в Тача-1 Ташкент-Товарный, был даже тренажером для обучения локомотивных бригад. Следующий ТЭП-70 130-й, пособие в Волгоградском технаре. Довольно неплохо. Дальше. Что? Больше нет ни одной музейной машины? Вот тяна. Впрочем, возможно, джентльмен знает еще о каких-либо засевленных тепловозах. Напишите по возможности. Друзья мои, ТЭП-70 безусловно, лучший пассажирский тепловоз СССР. Несмотря на это, он ни капельки не зазнался, оставаясь таким же простым парнем, в смысле локомотивом. Мы подразумеваем, что аппарат способен работать с самыми разными поездами, начиная от грузовых, вспомним 316 этапок, всякими ПМСами, хозяйками, пригородами, какими-то засанными летними пассажирскими, сформированными из хлама, и в то же время с элитными скорыми и фирменными поездами. Да чё там говорить, ТЭП-70 смог бы даже водить главный поезд страны, Красную Стрелу, и держать график. Ну, разве что проводники бы сами топили вагоны зимой. Кстати, о Красной Стреле. Джентльмен в курсе, что это один из очень немногих поездов, вагоны которого не были закатаны в корпоратив, а сохранили благородный темно-красный окрас. Более того, даже уважаемая компания Евротрейн производит этот поезд в виде масштабных моделей. А это всегда гарантия качества. Видите ли, Евротрейн единственная и совершенно уникальная российская компания, объединившая под одним брендом макетную студию. Сеть магазинов для простых моделистов, а также производство моделей и сувениров по специальным заказам. Для этого компания располагает выращивающими принтерами из Израиля, фрезерными четырехкоординатными станками из Японии, зубофрезерными часовыми станками из Германии и другим высокотехнологичным оборудованием, аналогами которого не располагает ни одна макетная компания в России. И вот набор из двух вагонов поезда «Красная стрела» в правильном 87-м масштабе. Один СВ с двухместными купе для тех, у кого жизнь удалась, а второй вагон «Ресторация». Это мы уважаем. Д. Детализация. Накладные буковки, герб, номер вагона, аннавески, занавески и проработанный интерьер. Видите, пластик внутри под дерево. Все как в настоящем Аминдорфе из ГДР. Вид на торцевые стенки. Воспроизведены надписи для вагонников. Тележки вагона отдельные шедевры, имеющие элегантный и мягкий ход. Колесные пары, разумеется, металлические. Очень правдоподобно выполнено подвагонное оборудование. Хоть на ресторации, хоть на СВ. Для полной реалистичности в вагонах предусмотрена установка внутреннего освещения. Красота. И, конечно, гарантия на продукцию. Целый год. Евротрейн. Всякий, кто приобретет такой прекрасный набор, фактически создаст историческую атмосферу у себя дома. Ведь «Красная стрела» это первый фирменный поезд в истории Советского Союза, который начал курсировать между Москвой и Ленинградом с 10 июня 1931 года. Интересно, что изначально вагоны поезда были окрашены в синий цвет. Это было довольно эксцентрично. Синие вагоны красной стрелы. И только в 1962 году поезд преобразился в привычный нам окрас. Именно здесь появились впервые вагоны класса СВ. На месте верхних полок там висели зеркала и лампы. По красоте, обслуживанию и удобству поезд не отличался от зарубежных аналогов. Был вагон-ресторан, блюда из которого при желании приносили прямо в купе. Имелся даже телефонный пункт. На стоянках пассажиры могли позвонить даже в Лондон и Париж. Помимо всех этих качеств поезд был точнейшим среди составов того времени. По нему можно было сверять часы. В общем план таков. Покупаем набор вагонов красной стрелы от Евротрейна и с ним совершаем поездку в реальном одноименном купе. А где купить? Да хотя бы в Москве. У компании Евротрейн имеется целых два магазина в столице. У станции метро Трубная и Маяковская. Можно еще и в Питере рядом с Метротехнологический институт. Там джентльмен найдет широкий ассортимент масштабных моделей мировых брендов, сборных и радиоуправляемых моделей, миниатюры игрушек, а также сопутствующих товаров и инструментов для создания макетов и занятий моделизмом. А если вы живете в другом месте, можно сделать заказ через интернет. Ссылки на официальный сайт компании Евротрейн будут в описании. Там же мы оставим ссылку на игру по ВВК. Друзья, товарищи, мы уже упоминали о своего рода рестайлинге тепловоза ТЭП-70 машине ТЭП-70БС. Вроде как бригады его хвалят, машина получилась еще более совершенная и, наверное, надежная. Но мы хотим спросить вас о внешнем виде БСа. Согласны ли вы с тем, что экстерьер обычной 70-ки был намного интереснее, как, впрочем, и окрас? Или же вам по душе более квадратной формы и такая окраска тепловоза? Будем очень рады прочесть в комментариях ваше мнение. Ну, а мы хотим поблагодарить всех, кто досмотрел наши каракули до этого места. Подписывайтесь хоть на канал, прям не знаю. Можно еще лайк поставить или там диз, если вы сердитый человек уже. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео. видео.